Национальный разведывательный центр Испании разворошил осиное кубло кремлевских выкормышей, которые при активной поддержке Москвы подогревают сепаратистские настроения в Каталонии. Главным фигурантом расследования стал некий Александр Дмитренко, предприниматель из России, которого подозревают в работе на российские спецслужбы и в тесных связях с братвой. Данному персонажу вменяют не только традиционные бандитские темы по типу отмывания бабла, но и более серьезные обвинения, в частности финансирование движения за независимость Каталонии со стороны Москвы и возможное вмешательство во внутренние дела Испании. Естественно, Дмитренко заявляет, что он белый и пушистый и чистой воды невиновный. Более того, он хочет очистить свою репутацию и мечтает стать политиком в Испании, где проживает довольно долгое время. Мечтам о политической карьере, вероятно, никогда не сбыться, учитывая, что его окружают персонажи, от которых за версту разит российскими спецслужбами. Среди них Жозеп Льюис Аллай, который является бывшим главой канцелярии Пучдемона, главного каталонского сепаратиста. Дмитренко называет Аллая другом и говорит, что связь была с ним только в рамках содействия политическим, культурным, экономическим и деловым связям между Каталонией и Россией. Тем не менее, Аллай летал в Москву как раз в разгар сепаратистского кризиса, что как бы уже свидетельствует о многом. Во время этих поездок Аллай встретился с Евгением Примаковым, внуком агента КГБ, назначенным Путиным на должность директора Россотрудничества. По данным Европейской разведки, это, призванное заниматься распространением российской культуры агентства, служит прикрытием для секретных операций. Кроме того, Аллай контактировал с Андреем Безруковым, российским шпионом, который вместе со своей женой Еленой Вавиловой годами жил в США в качестве разведчика-нелегала под чужим именем. Как подозревают западные спецслужбы, во время визита в Россию Аллай также встретился с Олегом Сыромолотовым, главой контрразведки ФСБ. Как видим, кореш российского бандюгана в Испании провел в Москве совершенно случайные встречи с цветом российского шпионажа. После такого поверить в невиновность персонажей может только откровенный идиот. Встреча с верхами российской разведки – это только верхушка айсберга, потому что есть еще и другие темы, связанные с торговлей нефтью, для финансирования сепаратизма в Каталонии и многое другое. Еще одна знаковая дружба товарища Дмитренко, которая просто не могла не привлечь внимание спецслужб – это Артем Лукаянов, никто иной, как приемный сын Владислава Суркова, многолетнего советника Путина как раз по вопросам дестабилизации разных стран. Не нужно иметь семипядей во лбу, чтобы понять, что их знакомство совершенно не случайно. Более того, именно Дмитренко познакомил сына Суркова с упомянутым выше Аллаем и, вероятно, как раз Сурков-младший стал связующим звеном каталонских сепаратистов и Кремля. Все эти материалы были опубликованы в самой авторитетной испанской газете «Эль Мундо» и отчетливо свидетельствуют о том, что кремлевская ОПГ напрямую приложила руку к каталонскому сепаратизму. При этом красочно показано, что каталонские политики создали настоящий спрут из российской мафии и спецслужб, что указывает на то, что братва и Кремль на России – это одно целое. Испания, в особенности Каталония, давно стали для российской мафии излюбленным местом залечь на дно или отойти от дел на старости лет. Представителям криминалитета принадлежит в Испании огромное количество недвижимости, различных увеселительных и торговых заведений. Как мы видим, все они используются не только для легализации криминальных денег, но и для политической активности в стране, в том числе для дестабилизации проблемных регионов. Уже много раз говорилось о том, что протесты в Каталонии последних лет очень сильно напоминают то, что происходило когда-то на Донбассе. После опубликованного расследования последние сомнения в том, что методичка протестов, написанных в Кремле, окончательно рассеялись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok